Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые контрагенты, как действующие, так и потенциальные. Это видео для контрагентов. На данном слайде вы можете видеть алгоритм взаимодействия между научно-практическим центром АКМЭ и нашими контрагентами, то есть лабораторией психологического обеспечения и любым из контрагентов, которым требуется получение лицензии Ростехнадзора на право ведения работ. Работники потенциально опасных производств должны получать такие лицензии. Итак, предприятие понимает, ему необходимо получать лицензию. Для того, чтобы получить лицензию в соответствии с 721 приказом Ростехнадзора, ему необходимо получить индивидуальные лицензии на своих работников, руководителей, директора, главного инженера, заместителей руководителей и на персонал, ведущий технологический процесс, связанный непосредственно с потенциально опасными видами работ. Контрагент предприятия, организации это понимает и обращается, находит где-то в интернете, а нас информации очень много, находит нас в интернете. Это очень легко делается по запросу лаборатория психологического обеспечения. Почему лаборатория психологического обеспечения? Потому что Ростехнадзор требует оригинал справки из лаборатории психофизиологического обеспечения. Соответственно, мы эту справку оформляем. Как происходит взаимодействие между нами и нашими контрагентами? Контрагент может позвонить нам, здесь указаны наши телефоны, или же написать нам электронное письмо по адресу lpfo.org.sobako.gmail.com Далее, что происходит. Лаборатория запрашивает, или же опять же по телефону, или лучше всего это сделать электронным письмом, и получает на данном этапе контактную информацию от контрагента, то есть его фамилию, имя, отчество, телефон, имейл, адрес. Это очень важно. Предприятие, организация контрагента отправляет также в адрес lpfo свою карточку предприятия со всеми реквизитами для установления полноценного контакта и сообщает, опять же, или по телефону, или в письменном, в электронном виде, в письме предполагаемое количество обследуемых этой самой организации. В это же самое время, что проделывает лаборатория. Лаборатория отправляет контрагенту карточку предприятия, свою карточку, формирует так называемое ТКП, технико-коммерческое предложение на оказание услуги, и отправляет разработанный в лаборатории один из вариантов по договоренности договора в электронном виде в формате ДОК. Делается это для того, чтобы контрагент мог этот договор проработать. Параллельно оформляется страница на сайте лаборатории lpfo.pro и на ней формируется программное обеспечение для конкретного предприятия, для конкретной организации. Контрагент, в свою очередь, прорабатывает договор, то есть он передается юристам, экономистам, всем заинтересованным лицам, соответственно, утверждается у руководства, ставится на него печать, и этот договор в электронном виде в формате PDF отправляется в адрес лаборатории npc.me по адресу lpfo.gmail.sobako.gmail.com Далее, npc.me.npc.me подписывает, заверяет печатью и отправляет договор в формате PDF на электронный адрес контрагента. Параллельно с этим отправляется почтовым сообщением Почтой России подписанный и заверенный печатью договор в бумажном варианте в двух экземплярах. Контрагент получает, подписывает и заверяет печатью оба экземпляра договора и отправляет их в свою очередь в npc.me почтовым отправлением в один экземпляр. И вот самый, пожалуй, важный момент. С момента получения npc.me подписанного в электронном виде договора в формате PDF контрагент получает полноценный доступ к сайту лаборатории и соответствующему программному обеспечению с соответствующей страницей, на которой уже подготовлено программное обеспечение лаборатории. Начинается прохождение психологических обследований. Работники и персонал могут уже начинать проходить обследование. И, соответственно, работники или же ответственное лицо на организации предприятий отправляют полученные результаты в адрес lpfo.npc.me в электронном виде. Сделать это можно двумя путями. Первое – это через форму сайта, форма сайта номер 8. И второй вариант – это по электронной почте. Gmail отправляет наше расширение вполне адекватно. В свою очередь по получении результатов обследований ЛПФО формирует заключение, обрабатывает результаты, формирует заключение по результатам и в конечном итоге выписывает справку о ПФО. Собственно, после этого ЛПФО в письменном варианте почтой России отправляет результаты полученные. Результаты с заключения и справки отправляет почтой России в адрес заказчика контрагента. Параллельно с этим ЛПФО выставляет контрагенту счет на оплату, подготавливает акт сдачи приемки выполненных работ и вот этот пакет документов с результатами отправляет, как я уже сказал, почтовым отправлением в адрес контрагента. Контрагент получает результаты, заключения и, самое главное, справку ПФО, которая вкладывается в общий пакет документа по работнику и уже, в свою очередь, предоставляется в медицинское учреждение, которое обслуживает контрагента. После этого, по формированию полного пакета документов, контрагент отправляет его, этот пакет, в Ростехнадзор. И Ростехнадзор начинает процедуру выдачи лицензии. Соответственно, контрагент в итоге оплачивает услуги НПЦ ЭКМЭ, подписывает акт сдачи приемки выполненных работ и в двух экземплярах, и один экземпляр отправляет почтовым отправлением в адрес НПЦ ЭКМЭ. Собственно, все, услуга оказана. То есть, контрагент получает заключение и справку ПФО, а НПЦ ЭКМЭ получает акт сдачи приемки выполненных работ. Договор может быть разовым, это у нас на сайте четко прописано, то есть, сработали, и значит, если при небольшом количестве, то, конечно, очень удобно. Или же договор может быть, раньше это называли пролонгированным, сейчас это называется рамочным договором, поскольку справка ОПФО выдается сроком на один год со среднесрочным прогнозом профессиональной надежности и функциональной адаптации работника. В этом случае понятно, что справка должна повторяться из года в год. Ежегодно работник должен проходить подобное психзиологическое обследование. Вот, собственно, и все. Соответственно, пролонгированный или рамочный договор удобен, если предприятие рассчитывает и в дальнейшем прибегать к услугам научно-практического центра АКМЭ, лаборатория психзиологического обеспечения. Это удобно. Не требуется заключать каких-то новых договоров, вот всю эту переписку вести. Она, в общем-то, быстрая, достаточно отработанная схема, но, тем не менее, удобная. Из года в год работники предприятия проходят обследование с предоставлением им программного обеспечения и отправляют нам результаты. Мы оформляем справки, отправляем в адрес контрагента. Все очень легко, просто. Минимально затраты контрагента. Не надо куда-то отправлять своих работников в командировки, отрывать от непосредственной рабочей деятельности. Работники проходят обследование или же на своем рабочем месте, в домашних где-то условиях и так далее. Все очень просто. Все очень элементарно. На этом, пожалуй, все. Благодарю вас за внимание и удачи вам! Продолжение следует...